Пицца будет вам доступна только в том случае, если вы закажете именно доставку, а не просто сами придете за этой штуковиной, за этими роллами. Друзья, всем привет! Сегодня у нас будет интересный обзор. Я так думаю, что он будет достаточно интересным, в любом случае для меня. И данный обзор будет касаться еды, а конкретно суши. Ну или роллы. Значит, давайте посмотрим, что из себя представляет и попробуем на вкус. Итак, ребята, поставляется вот в таком пакете. Здесь у нас есть чек, здесь у нас есть еще какая-то штука квитанция, и здесь у нас название, собственно говоря, типичная доставка. Сейчас мы будем пробовать, раскрывать, пробовать, смотреть, что это такое. Итак, здесь это у нас на скрепке, то есть, другими словами, пакетом можно пользоваться или нельзя, не знаю, сейчас посмотрим. Итак, что же написано у нас здесь? Вот здесь. То есть, это как бы идет рекламка, и здесь даже написано, что можно отправить смс. Если, ну, короче, чтобы определить вкус, чтобы им написать, какой вкус, это получается 1. Цифра 1 – это долго, но в смс, да, цифра 2 – невкусно, цифра 3 – грубо. Ну, наверное, обращение, цифра 4 – все хорошо, и цифра 5 – отлично. И надпись «Помогите нам стать лучше». Ну что ж, неплохо, неплохо. На втором чеке у нас идет конкретно уже чек, сумма. Значит, ребят, здесь получается, смотрите, чего. Написано новый клиент, я, значит, обращался к ним, ну, должны, вот здесь написано новый клиент, значит, я обращался к ним по поводу этой вкусной, надеюсь, штуки. Вот, а у них такое, если вы обращаетесь через мобильное приложение, тогда вам в подарок положена пицца. То есть дают пиццу, ну, как бы они всем так говорят, а на самом деле там, мне странно вообще такое было слышать, если честно, ребята, но типичная доставка, вот название этой конторы позволяет себе писать текст мелким шрифтом. Причем, смотрите, как пару раз было. Я им позвонил, когда оформил заказ по мобильному приложению, я им позвонил, подняла трубку девушка, я ей сказал, что я сделал заказ, но не внес туда информацию о подарке для первого покупателя через, ну, покупателя через мобильное приложение. Если ты первый раз заказываешь этот товар через мобильное приложение, значит, тебе положена пицца, так сказано непосредственно на сайте. Ну, я зашел и, естественно, я нигде не увидел, что там было написано. Оказывается, что пицца будет вам доступна только в том случае, если вы закажете именно доставку, а не просто сами придете за этой штуковиной, за этими роллами, допустим, да, и вот как-то так. То есть, но при этом я, когда звонил этой барышне один раз, мне сказали, да, хорошо, мы добавим непосредственно вашу пиццу в ваш заказ, этот подарок. Второй раз то же самое, на утро мне позвонили то же самое. И четвертый раз, когда мне позвонили уже, первые два раза я сам звонил, а четвертый раз, когда мне позвонили, там случилось такое. Девочка мне сказала, ну, вы же понимаете, что там мелким текстом написано, вот каково это, да, ребят? Вот какое у вас ощущение, впечатление от этой темы, да? Вы такие, оп, сразу чувствуете себя обманутыми, обиженными, грубо говоря, вас завлекают поставить мобильное приложение себе на телефон, вы это делаете, вам обещают подарок, и вам подарок не дают просто потому, что мелким текстом где-то там вот написано, оказывается, что нужно доставку заказывать. Если ты сам придешь за этими роллами, то пицца тебе не годится. И то это за первый раз, я уже не стал там дальше разбираться, хотя мне было интересно, а что будет, если я, допустим, аннулирую этот заказ, либо просто скажу, ну, хорошо, я закажу с доставкой, это надо будет сделать там на какую-то сумму больше, потому что, ну, в общем, больше. Там порядка на 70 рублей, и при этом будет ли пицца, не будет, думаю, ну, я вообще хотел роллы, я пиццу не хотел, поэтому фиг с ним, и будем пробовать вот как есть. Вот такое вот сразу первое ощущение на 5 минут, нелепое, на мой взгляд, сразу идет отторжение. Сейчас мы с вами будем пробовать, смотреть, что это за роллы. Давайте будем приступать. Итак, ребят, раскрываем этот пакет, значит, изначально я, вы видели, оторвал, здесь у нас идет в самом пакете 3 зубочистки, достаточно большой такой, ну, штук 10, может быть, салфеток, ну, естественно, куда ж без визитной карточки, куда ж без нее. Кстати, ребят, о визитной карточке, что я вам хочу сказать, пожалуйста, делайте стоп-кадр, и вот такая фишка уже и от меня, пожалуйста, визитная карточка лично моя. Ну, что ж, открываем, смотрим, что здесь у нас происходит. Опа, 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 смотрите, первое почти перевернулось, второе тоже почти перевернулось, ну, ладно, это, наверное, именно тогда, когда я сделал, ну, скажем так, начал развязывать, но на руках уже идет влага, потому что вот в этом месте, если вы посмотрите, вот так вот я сделаю, в этом месте скопление воды, то есть у них не было особого желания вам, ребят, давать какую-нибудь баночку, как дают в других суши-барах, да, и вот эта баночка конкретно, друзья мои, ну, которая с крышечкой, не вот эти вот непонятные штуки для васаби там и для вот этой красной лепестков этих, которые я не ем, поэтому не знаю, как они называются, ну, если что, пишите в комментариях, да, то есть им было впадлу, впадлу положить нормальные бутылочки, и вот какую-нибудь такую чашку, чтобы потом я открыл спокойно, налил, ну, то есть вы понимаете, да, тут объяснять не нужно. Давайте дальше. Я заказал, кстати, два ролла. Вот у нас, ребят, они сделали, значит, васаби и вот эта вот фигня красная, которую я, в принципе, не ем, да, я и зеленую тоже не ем. Теперь давайте посмотрим, что у нас выглядит и как здесь. Вот так вот. Ну-ка, запах пошел сейчас. Ну, запах, я вам хочу сказать, довольно, довольно приятный. Вот так вот она просто открывается, эта коробка. Я еще сам не видел, что там. Ну, естественно, ребят, здесь палочки. То есть, ну, вот мне уже очень не нравится, во-первых, что это такое. Вот какая-то козюля здесь. Вот она, вот видите, какая-то вот. Вот, что это такое и зачем это было делать так. Ну, давайте открывать, смотрим. Давайте это сделаем поближе и все-таки посмотрим, как это у нас выглядит. Первое впечатление, друзья мои. Давайте будем крутить эту штуку. Сделаем так, чтобы она нам не мешала. Мусор уберем. Итак, ребят, вот давайте посмотрим. Здесь у нас еще палочки, но палочки все знаете, как выглядят, поэтому мы не будем на этом акцентировать внимание. Итак, ребят, давайте... Кстати, еще одна зубочистка была прямо здесь. Ну, ладно, это мусор, насколько я понимаю. Ну что, по внешнему виду. Обратите внимание вот на этот ролл. Обратите внимание, как он выглядит. Вот именно сюда. Посмотрите. Он выглядит сухим. Он выглядит очень сухим. Такое ощущение, что их сделали давно. И такое ощущение, что мне не понравится. Посмотрите вот сюда. Вот на этот ролл, допустим, который вот здесь. Вот посмотрите. Вот это. То есть сделано оно некрасиво. Красиво. Смотрите дальше вот сюда. Что это такое? Вот в это место, посмотрите. Это сыр, да? Вот сыр. Ну, то есть, сделано как-то, ребят, я вам хочу сказать, совершенно... Ну, я такого не видел. Я не видел никогда такого, чтобы это выглядело так неаппетитно. Это выглядит высушенным и очень сухим. А давайте посмотрим, что у нас здесь непосредственно с рисом. Ну, как вы знаете, рис должен выглядеть все-таки таким рассыпчатым, да? Но при этом он должен слипаться. Хорошо. Давайте посмотрим другой ролл. Что это у нас? Это у нас... А мы даже можем почитать, как называется первый. Значит, смотрите. Первый ролл, который вот мы только что с вами посмотрели. Вот в этом тарелке пластиковой. Смотрите. Значит, дуэт. Это получается у нас дуэт угорь, наверное, и креветка. То есть, где-то здесь мы должны найти угорь и креветку, но вам виднее. Наверное, там все-таки что-то в этом роде есть. Ну, и второй ролл, это у нас... Давайте посмотрим поближе. Это у нас Тамаго Тунец. Вот этот ролл, который первый, он стоит... Кстати, вот это у него, естественно, как вы понимаете, это омлет. Значит, здесь у нас получается цена 289 рублей. Вот за этот. За вот этот ролл получается цена у нас 239 рублей. Итого. 500-528. Смысл в том, что вопрос с тем, что если я пойду сам, то мне дают скидку. Вы помните, да, я говорил 75 рублей. Получилось у меня 448 рублей за все. Ну что ж. Ну что ж. Теперь давайте будем пробовать. Наверное, на вкус. Посмотрим, как это выглядит. Итак, ребят. Сразу я открываю, вот как вы помните, ту тарелочку, которая... А как ее открыть? Ага, понятно. Ну, в общем, ребят, что хочется сказать. Вот вы уже на... Видитесь, да? На крышечке здесь капли. Капли от этого... От этой жидкости. И хочу сказать, что на столе у меня тоже уже достаточно жидко. Неприятно от того, что... Вот обратите внимание, опять же, сюда. Посмотрите. В общем, посмотрите. Посмотрите, ребят, насколько... Вот здесь маленькая вот эта вот кастрюлька, блин. Плашка вот эта, да? И посмотрите, насколько большой у меня будет ролл. Ну, то есть, вот посмотрите. Вот, вот, вот. А я хочу, чтобы он меня полностью заходил. Вот как мне это сделать? Вот как мне это сделать, ребят? Как мне? Это будет совсем невкусно. Это будет... То есть, я должен буду взять один, положить, перевернуть. И после этого нести его в рот. Ну, давайте попробуем, что из этого получится у нас, ребят. Я вот просто не знаю. Очень надеюсь, что вам будет видно. Вот сейчас должно быть видно. Ну, что ж, давайте посмотрим. Делаем, берем ролл, кладем его сюда, переворачиваем сюда и несем его в рот. Вы знаете, что мне хочется сказать? Ой. Ребят, я хочу сказать, что рис сделан хорошо. Общее впечатление очень вкусное. Действительно. Это интересно. Рис правильный. Сделан он правильно. Я имею в виду, что он сварен правильно. Достаточно для того, чтобы свариться, но не развалиться, как вы понимаете. Потому что многие себе позволяют раньше делать так, а потом рис подают разваленный. И это, конечно, вообще не алло и совсем невкусно. Так вот, друзья, вот эта штука у нас позволяет действительно насладиться. Несмотря на то, что вещь вот такая крупная и на то, что я вот сказал, что неудобно делать вот эту вот манипуляцию. Но, ребят, я вам хочу сказать, что ролл достаточно вкусный. Сейчас еще раз попробую еще один. Сейчас еще раз попробую еще один. Друзья мои, я хочу сказать, что этот ролл заказывать можно. Я его 100% рекомендую. Это действительно вкусно. Ну, а теперь давайте попробуем другой ролл. Тот, который я изначально критиковал. Давайте попробуем все-таки его как-то ухватить, взять. Вот так вот как-то у меня получилось. Не очень комфортно и приятно. Давайте его точно так же перевернем. Бедный омлет уже, в общем, в рот несем. В общем, ребят, я крайне удивлен тем, что... Вернее так, я крайне удивлен вкусом этой штуки. Ну, потому что внешний вид, ребят, не алло. Ну, посмотрите сами. Сейчас попробую как-то перехватить. Ну, не знаю, как перехватить даже. Я не смогу вам показать. Сейчас, может быть, как-то по-другому совсем возьмем. Нет, я сломаю его просто. Не знаю, ребят. Внешний вид у них не алло. Но вкус, ребят, он... Действительно очень вкусный. Пробуем. Ребят, я вам однозначно могу рекомендовать доставку эту. Типичную доставку в Севастополе. Ну, во всяком случае, в Нахимовском районе. Теперь давайте посмотрим, что вот это у нас. Это у нас идет... Ну, как вы знаете, да, это у нас... Ну, вот, в общем, скажите, что это. Давайте еще разочек попробуем. Вернее, я-то буду пробовать до конца, а вы, ну, посмотрите на меня, что ли. Сейчас берем вот такой ролл. Обычно, я вам хочу сказать, обычно такого качества роллы, они идут в том случае, когда контора только открывается. Но, насколько я знаю, эта контора здесь достаточно... Ну, может быть, там полгода. Чуть в щеку не... Ну, сказать, что я удивлен, ничего не сказать, на самом деле, очень круто. Давайте попробуем, что такое зеленое вот это вот. Я-то не знаю, что это такое. Я его никогда не ел. Ой, ребят, это васаби. Ну, как бы, исходя из фильма, того, который... Ну, как вы помните, да? Острая, острая. Но при этом... Ну, такая, конечно, не такая, как в фильме «Васаби». Вот, но при этом... Вот, смотрите. Отломать не могу. Спрессованы жестко. Еще делаю один, ребят. И отпускаю вас, потому что, ну... Понимаю, что вам нужно бежать в данный момент, именно сейчас. в суши-бар куда-нибудь или заказывать. Ну, что ж, ребят. Это действительно очень вкусно. И что хочется сказать. Если вы действительно хотите вкусных роллов, я на самом деле удивлен, что у нас, в Севастополе, в Нахиминском районе есть такие неплохие роллы. сказать, что они прям вау, там, как в Москве я кушал. Ну, я думаю, нет. Во всяком случае, внешний вид, за внешний вид можно сразу ставить, снимать одну звезду из пяти. Но, ребят, по вкусу все окей. Еще надо будет, конечно, подождать там пару часов, посмотреть, как оно, что оно, но... я вам говорю, в целом, по вкусу пять баллов. На этом все, ребят. Спасибо, что были. Возможно, если вам зайдет такая тематика, а мне она зайдет, я буду делать подобные видео. Ну, если вам интересно, пожалуйста, заходите, смотрите, подписывайтесь. Ну, и проводите время больше со мной, кушайте со мной. Всем удачи. Пока.